доброе утро мир доброе утро мир и люди живущие в нем понедельник утро традиционно 9 20 мы с вами встречаемся общаемся на интересующие вас тем уж так я решила что по понедельника мы будем понедельник это будет такой день ответов на ваши вопросы хочу видеть что вы присоединяетесь не знаю некоторые вопросы возможно будут брать весь эфир некоторые вопросы в некоторых случаях мы сможем за один эфир рассмотреть несколько вопросов сегодня я так остановилась на вопросе про откладывание дел на последний момент это тоже вид прокрастинации и про прокрастинацию мы говорили о то на прошлой неделе доброе утро мир да те кто доброе утро те кто присоединяются уже традиционно пишем доброе утро мир или доброе утро люди живущие в нем это такое наше кодовое приветствие ни у кого другом я параллельно закрываю здесь файлы на компьютере смотрю что у меня здесь происходит ни у кого другого такого нет а у нас есть так вот и я был вопрос потом про откладывание на последний момент смотрите есть разница вот прокрастинации я помню даже прям в эфире тогда сказал о том что есть разница между той прокрастинации о которой мы говорили тогда да когда не получается начать откладываю откладываю вот просто откладываю не получается начать и откладываю на последний момент когда есть жесткий дедлайн который нельзя пересечь да которые ну вот все горит и нужно вот нужно все и когда человек миро миро изначально знает о том что этот последний момент есть о том что ты дедлайн есть о том что сдать там не знаю работу что приготовление стола перед приходом гостей, гости точно придут. Сдать, не знаю, самолёт, он точно улетит, надо успеть. Поезд точно уйдёт, надо успеть. Сдать отчёт, точно придётся, надо успеть. Сдать экзамен, точно придётся, надо успеть. То есть вот такое откладывание, да, такое откладывание, когда дедлайн есть. Потому что можно откладывать бесконечно. Есть такие вещи, которые мы откладываем бесконечно, и эти многие страдают. Начать жить с понедельника, начать худеть с первого числа, начать искать другую работу со следующей недели, начать читать книгу, либо продолжить читать книгу, либо что бы то ещё. Это такие мягкие дедлайны, когда это давно уже, три года назад надо было бы сделать, но это лежит, не знаю, папочка на компьютере просмотреть. Я думаю, что у большинства есть. Купленные курсы на посмотреть, что-то на прочитать. И вот эти откладывания истории, которые могут длиться бесконечно. Очень долго. Человек может зависнуть в этом годами. Про это мы с вами говорили в эфире, который назывался «Почему сложно начать?». И это такая часто встречающая, вот докурю и брошу, да, докурю и брошу. И это такой часто встречающийся вид прокрастинации. Мы бы нам достаточно подробно разобрали, что там, ну, в чём причина и что можно сделать. Но у прокрастинации дедлайнов несколько другой механизм. Там не очень, там причина, ну, в другом может быть. И рассматривать его нужно, по-моему, тогда был вопрос в эфире, я ответила, что, ну, про это отдельно. Это про другое. Так вот, сегодня попробуем посмотреть на прокрастинацию с дедлайнами. Там другое. Да, для тех, кто меня видит в первый раз. Для тех, кто меня видит в первый раз, я вас приветствую. Меня зовут Светлана Горбач, я психолог на всю голову. Поднимаю людям самооценку и доходы быстро, больно. И вот тут появился вопрос вашего с прошлого эфира. Я всегда говорила, что быстро, больно и эффективно. Я очень хотела последнюю «Б» добавить, вот три «Б». Да, и почему-то из всех предложенных ваших вами вариантов, из всех предложенных вами вариантов, больше всего мне зашло безотказно. Ну, когда вот это некий аналог эффективности на букву «Б». Поэтому я вот потещу и думаю, как же лучше звучит. Быстро, больно, эффективно, либо быстро, больно, безотказно. Кстати, я буду рада, если вы проголосуете. И какой вариант побольше заходит – быстро, больно, эффективно или быстро, больно, безотказно. С вашей помощью вот такое третье слово, кажется, нашлось. Ну, это маленькое лирическое отступление. Я вам предложу сейчас посмотреть на, собственно говоря, прокрастинацию эффективно. Вот Андрей говорит «эффективно» звучит лучше. Хорошо. Ну, я точно, да, мне точно важно ваше восприятие, точно важно, как вы это. Вот мне тут в Инстаграме тоже пишут, что быстро, больно, эффективно звучит, ну, как бы, наверное, честнее, да, чем безотказно. Ага, хорошо. Тогда оставляем быстро, больно, эффективно. Суть моей работы, на самом деле, это точно не меняет. Да, это вот про подобрать слова, которые бы, ну, максимально, ага, прям единогласно эффективно. А, класс! А, всё оставляю так, как было, быстро, больно, эффективно. Ещё раз, это не про то, что я меняю суть работы, суть работы моей остаётся такой же, а вот про то, как это звучит, мне было даже прям интересно посмотреть на вашу реакцию. Хорошо, смотрите. Безотказно много личного окраса, ага, эффективно по работе, голосуй за эффективно. Принято, Катюш, принято. Смотрите, давайте теперь пойдём в вот эту вот дедлайновую прокрастинацию. Дедлайновую, безотказно, эффективно. Давайте пойдём сюда. Смотрите, когда вы прокрастинируете, когда, я не говорю просто вы, но, да, так часто, вопрос был ваш, вопрос был от людей, которые меня смотрят. Когда человек прокрастинирует в контексте, что он не может начать, да, вот, ну, и это, и нет ужасного дедлайна, когда он точно знает, что сделать точно придётся. И вот это знание, оно ключевое, во-первых, оно имеет ключевое различие, да, между, вот, ну, условно, просто прокрастинацией, дедлайновой прокрастинацией, с одной стороны. А с другой стороны, оно имеет именно в нём ключ к решению. Именно в нём находится то, что, вот, в самих дедлайнах, именно в нём находится то, что может помочь, помочь и понять, почему, и понимать, что с этим делать. Когда вы просто прокрастинируете, да, просто не начинаете, просто отодвигаете это там на бесконечное количество времени, это то, о чём мы говорили в «Почему не получается начать», про то, что есть некая проблема либо в процессе, либо в результате. Некая проблемка, которую вы не видите, она есть либо в самом процессе, да, вы не видите, где, где сами, что на самом деле не хочется делать, где на самом деле сложность, да, либо в результате, там, страх успеха, страх поражения, страх… И это две такие точки, да, где вы можете, куда вы можете смотреть, где вы можете найти решение, да, и нейтрализовать эту самую прокрастинацию. А когда вы понимаете, что у вас есть дедлайн, доброе утро, Мария, когда вы понимаете, что у вас есть дедлайн, и что вам в любом случае это сделать надо будет, да, и что потом вы будете это делать взмыленной, не знаю, у кого-то шеей, у кого-то попой, и что вы потом будете в состоянии треша, бешеными глазами ругать себя, в каком-то вот таком вот быстро, резко всё решать, то ключ, да, и вот в этом находиться в таком обезбашенном состоянии такого, горящих дедлайнов, горящей земли под ногами, необходимости быстрых принятия решений, бессонных ночей, переработок, да, и потом сваливаться героически, то вот разница и ключ именно в этом состоянии. Не в процессе, который вы можете начать, не в результате, который вы можете получить. Ключ, да, ещё раз, просто прокрастинация, проблема либо в самом процессе, либо в результате, а прокрастинация с дедлайном, это вот проблема, даже не проблема, ключ, да, причина вот в этом самом состоянии, вот в этом вот состоянии за, да, за две минуты до дедлайна. Дедлайны на меня не действуют, ни договора, ни обязательства, это же, это жесть. Лилия, потому что у вас не прокрастинация дедлайна, у вас вот та прокрастинация, о которой мы говорили, почему не получается начать. Вот эфир, если вы не смотрели эфир, почему не получается начать, посмотрите его, у вас туда, вот сегодня, то есть мы в прошлый раз говорили вот про вот это, да, про проблему либо в процессе, либо в результате, причём мне почему-то пахнет, ну, в вашем случае, я могу ошибаться, да, мне пахнет процессом, вопросами процесса, а не результат. А сегодня мы, да, сегодня я отвечаю про вот момент вот этого вот аффекта, да, перед дедлайном, а он не просто бодрит, состояние аффекта бодрит, он не просто бодрит. Вот просто сейчас попробуйте вспомнить, сильно не погружаемся, но попробуйте вспомнить, вспомнить, что происходит с вами, что происходит, что такого особенного, подскажу сейчас, вы чувствуете, когда вы уже понимаете, что всё, шеф, всё пропало, и нужно, иначе включаетесь в эту судорожную, судорожное действие. Что такого особенного вы ощущаете, либо чувствуете, когда вы идёте вот в эти судорожные действия, что такого, вот здесь будет, после ПДП посмотрю, ваша интуиция ведёт на все 100%. Моя интуиция – это мой рабочий инструмент, я им работаю, он у меня накачивает. Адреналин, что так правильное, что такого есть в этом адреналине, что вы такого особенного чувствуете в этом, по жопе получу, это не я сейчас даже придумываю, что на собрании буду говорить своё оправдание. И что ты чувствуешь, когда по жопе получишь? Раньше у меня было такое, там было возбуждение драйв, да, возбуждение. Люди, вы себя чувствуете живыми. Вот всё то, что вы сейчас пишете, важность, неважность, прилипсил, это чувствовать себя живым. Вот здесь точка. Вот эта вот прокрастинация с дедлайном, когда вы потом включаетесь и начинаете судорожно, просто сломя голову, взрывая мозг, взрывая мозг, истерично, да, делать, 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 не спать, поднимаются температуры, гипертонические кризы, нервы, психи, сигареты, делать кофе, Red Bull, Red Bull с водкой, Red Bull, там кофе с, господи, с колой, да, эти будильники, сумасшедшие глаза, адреналин, шкалит волосы, шевелится из ушей, дым из глаз, искры, это чувствовать себя живым. Это чувствовать себя живым. Это такая склейка, когда по-другому ощущать себя живым, вот это вот драйв, то, что написал Андрей, не получается. Когда такой драйв, когда такой всплеск адреналина, всплеск, да, гормонов, всплеск стресса, это чувствовать себя живым. А это не ко мне вопрос, Гринет, это не ко мне вопрос, это вопрос к людям, да, а когда спокойно, это не живой. Я не знаю, в некоторых ситуациях, в которых характерно вот этот вот, да, прокрастинация с дедлайном, это про то, что человек как будто, когда спокойный, как будто бы, не то, что не живой, понимаешь, что он живой? Все живые, да, если, ну, кровь по жилым течет, если кислород, грудь на кислород реагирует, то мы биологически живы, а психологически не все люди чувствуют себя живыми, в спокойном состоянии, как будто бы жизнь не ощущается, как будто бы жизнь идет, а не я ее живу. Когда сделал все до дедлайна, это дает повод собой гордиться, да, и это уже потом, да, на самом деле здесь есть несколько вот этой сцепки, вот этого трэша, да, и когда ты успел до дедлайна, ты потом такой, о, я, да, я вот герой, мне есть за что себя похвалить, я преодолел какие-то непреодолимые совершенно препятствия, я справился с каким-то непреодолимым трэшаком, а любовь к экстриму туда же, да, с себя живым, да, да, это такой способ, и прокрастинация с дедлайном, такой способ устраивать себя, себе, себе, сейчас, если успеем поговорить про любовь к экстриму, в двух словах отвечу, как интересно, я буду сопротивляюсь этому драйву, да, то есть я знаю, что буду рвать, но не хочу, готовлюсь к лучшему, меня уволят, и хрен с ним, и это такая вот штука, праздник жизни получается, да, и за этим стоит взгляд в смерть, народ, за этим стоит взгляд в смерть, давайте не взгляд, давайте заменим взгляд в смерть, но чуть слишком категорично, взгляд в нежизнь, и когда механизм, и у вот этих вот адреналиновых наркоманов, да, и которые, да, любовь к экстриму, в некоторых случаях этот любовь к экстриму приводит к так называемому адренал, к так называемой, простите, адреналиновой наркомании, это адреналиновые наркоманы, по сути прокрастинация с дедлайном, это тоже адреналиновая наркомания, при этом и там, и там есть стремление и страх смерти, вот только в некоторых случаях она больше на поверхности, а в некоторых случаях она более утоплена, менее осознаваема, я очень люблю эти ощущения, но я как будто ворую свою же энергию в будущее, ну конечно, так оно и есть, просто вы же это делаете неосознанно, конечно вы воруете свою энергию в будущее, абсолютно верно, это я не могу почувствовать свою жизнь сейчас, поэтому я попробую почувствовать ее, да, взять больше энергии в будущее, чтобы почувствовать ее сейчас, да, просто это механизм, ну не очень осознаваемый, и там, и там уходят, да, уволят, ну и хрен с ним. Это вот я прочитала только что, да? Разобьюсь, ну и хрен с ним. Это, извините, ненормативную лексику в эфире. Но из того, что есть бессознательное стремление, это, так сказать, амбивалентное состояние, бессознательное стремление страха, бессознательный очень высокий неосознаваемый уровень страха смерти и стремление. Ну что, то, чего мы боимся, очень часто человек к этому стремится. Стремится к тому, чего боится. Почему? Чтобы уже прекратился этот страх, чтобы уже освободиться от этого страха. Механизм и там, и там. Плюс-минус, ну в разных, немножко в разных степенях проявленности, но и там, и там, это способ. Это когда я как будто бы не очень живу, и это способ, и очень, а если я не очень живу, тут еще важно понимать, я не очень живу, потому что боюсь умереть. если уходить еще глубже, то вот эта невозможность жизни, невозможность ощущения жизни за этим стоит, ну как будто бы, если я, это еще более глубокий, Миха, да, еще более, ну, глубокий уровень этого же проявления, этой же проблемы. Это если я, ну как бы, не очень буду жить, я как будто бы не умру. И человек впадает вот в это состояние, зависает, впадает в это состояние, когда я не очень буду жить, и тогда не умру. Но при этом ощущать вкусы жизни не получается. И в зависимости от структуры, и кто-то просто живет вот в этой вот пресноте, воспринимает спокойствие и такую ровную тину, как пресно, да, а кто-то пытается, ну, хоть как-то себя развлечь, в кавычку, сейчас-то бессознательные механизмы, и идет либо, вот как написала Светлана в Инстаграм, да, любовь к экстриму, либо начинает устраивать себе различные трэши, прокрастинация, это совершенно прекрасный, на самом деле, один из наиболее экологичных механизмов устраивать себе трэш, чтобы хоть как-то почувствовать себя живым. И первое, второе, третье состояние, сейчас секунду. О, я знаю это состояние, да. И первое, второе, третье состояние, они так либо иначе завязаны на страх смерти и стремление, да, движение, даже еще раз, даже не смерти, не жизни. Нахождение в состоянии не жизни. Это тогда, когда некая часть вас, понятно, что вы, ну, в каждом человеке есть разные части, да, я об этом много говорю, и вы наверняка это знаете не только от меня. В каждом человеке есть разные части. Есть часть меня, которая там взаимодействует с друзьями, есть часть меня, которая сейчас взаимодействует с вами, я попрощаюсь десять часов, там, без двух минут, десять, попрощаюсь с вами, перейду в группу продаж для психолога, буду взрывать мозг сегодня коллегам взрывать и поджаривать. Я закончу, поеду дальше там по другим своим рабочим и не только рабочим вопросам, да, и в каждом контексте есть моя рабочая часть, да, есть такая, его называют еще ролевое эго, когда мы из разных ролей взаимодействуем с разными людьми. Хорошо, если у нас богатый, большой ролевой гардероб, когда мы можем с каждым конкретно, да, в каждой конкретной ситуации, включать в себе адекватную грань себя, да, адекватную роль, это не как маска, это как некая грань меня, грань, через которую я взаимодействую, та часть, через которую я взаимодействую, да, и вот среди вот этих вот частей есть некая часть, грань вас, которая ответственна за реализацию ваших целей, за реализацию этой цели, за реализацию этой цели, за реализацию этой цели. Та самая часть, где в кэсов, кто играл в кэсов грани денег или кто слышал про эту, уже не постесняясь этого слова, легендарную игру, потому что равных ей нет до сих пор в вопросах финансовой прокачки игры равной кэсов, нет. Прям нескромно, но со всей ответственностью заявляю, за всё это время равную игру ещё не придумали. Так вот, те, кто играл, либо те, кто слышал, у нас там есть такой этап. Это первый этап, вообще, с чего мы начинаем. Это та часть меня, которая ответственна за реализацию запроса. Так вот, вот эту прокрастинацию с деблайном, это когда часть вас, которая ответственна за реализацию легендарной, это правда. Спасибо, Андрей. Та часть вас, которая ответственна за реализацию ваших целей, ваших запросов, не смотрит в жизнь. Она может смотреть во всё, что угодно. Она может быть направлена в травму. Она может быть направлена в травму вашей жизни. Она может быть направлена в травму, в боль родительскую. Когда, например, вы смотрите, ещё раз, смотрите, это не про то, что вы физически сейчас развернулись, а смотрите на родителей. Да, это вектор направленной жизни. Когда, например, вы смотрите на историю родителей, и она вас настолько сильно пугает, что оставить её и пойти в свою жизнь не получается. Как будто бы, тем самым, эта часть так считывает, как будто бы она, не знаю, предаст родителей. Либо это необходимость повторять, бессознательная необходимость, сейчас секунду, извините, повторять некий сценарий родителей. То есть основная, основной мой месседж, что когда вы, либо это может быть часть, простите, застрявшая в травме. Да, вот в шоковой мы тоже, на самом деле, с этим же работаем, но по-другому. То есть если в кэссов мы работаем не только с этим, и работаем на уровне ментального движения, то в шоковой мы работаем, по сути, только с этим, только с частью застрявшей в травме и на уровне телесного движения. Блин, точно, сейчас это поняла, притягиваю в жизнь трэш, а когда выхожу из этого, начинаю ощущать, какая жизнь прекрасная, очень хочется жить, дышать. Да, и это механизм такой, когда я чувствую себя живым, если выживаю. Вот если выживаю, чувствую себя живым. А из серии «я знаю, как выживать, но не знаю, не умею, как жить». Вот этот вот момент, он тоже может включать, да, этот механизм, который включает прокрастинацию с дедлайном. «Я знаю, как выживать, но я не знаю, как жить». И тогда человек из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз включает в себе… Ещё раз, история с прокрастинацией, история с прокрастинацией – это один из самых, на самом деле, экологичных и относительно безопасных способов трэша. Потому что в противном случае это, в принципе, люди, которые, на самом деле, можно сказать, молодец, да, ты нашёл для себя способ справляться с этим, ну, максимально экологично, да, безопасно. И понятно, что у этого есть свои последствия, понятно, что это отнюдь не всегда бывает безопасно. Опоздание на самолёты, нервные срывы, не знаю, возможно, там, увольнение, гипертонические кризы, постоянно на нервах – это не самый безопасный способ. Но это более безопасный способ, чем адреналинный наркоман, который каждый раз делает трюки ещё более, ну, ещё более небезопасные. Так, это каждый раз ходит по каким-то таким граням, по которым, ну, как бы, ходить-то зяк, не очень зяк. Это встряска, как встряска мышц при засыпании. Моз думает, что умирает и даёт разряд. Моз думает, что умирает и даёт разряд. Ну, может быть, можно с этим, да, может быть, можно сравнить с этим отчасти. Ещё раз, это та часть вас. То есть, если чуть-чуть резюмировать, смотреть, что с этим делать. То есть, это та часть вас, то есть, у вас есть часть вас, которая ответственна за реализацию запроса. Это в целях, это в любых. Не смотрит в жизнь. Смотрит в нежизнь. Либо застрял в травме, и тогда из раза в раз нужно устраивать себе такой трешак, и аналогию травм, чтобы чувствовать себя, чтобы она могла почувствовать себя живым. Либо смотрит в какое-то другое направление, я не знаю, на потерю, на какую-то потерю в вашем прошлом, на потерю ваших близких в вашем прошлом, на какую-то родовую историю, так тоже бывает, на непозволение жить и быть, потому что есть определённые родители, да, от родителей, есть определённые родительские послания, которые либо могут давать какие-то послания, которые не позволяют человеку жить, да, которые не позволяют человеку проявляться, которые не позволяют человеку быть собой. Да, есть это родители, формируют в раннем возрасте, делают это неосознанно, да, ну, собственно говоря, там про осознанность вообще сложно говорить, но есть определённые родительские послания, не живи, не будь, не будь тем, кто ты есть, не будь собой, и часть ответственности за реализацию очень часто может зависать, там быть направлено в эти послания, когда, например, мама говорит, ну, не знаю, лучше бы тебя не было, или зачем я тебя только родила, и в кого же ты такой уродился, да, и руки-крюки у тебя торчат, или не торчат, или руки у тебя не с того места, и голова с попой местами поменена, да, что ещё из таких, в сравнении, сравнение деятельности с кем-то, да, ну, понятное дело, в пользу того кого-то. Все вот эти истории, они приводят к тому, что деятельная часть, ещё раз, та часть вас, которая ответственна за реализацию запроса, это деятельная часть. И вот такие вот родительские послания, не будь, не живи, не будь собой, не будь тем, кто ты есть, приводят к тому, что ваша деятельная часть застреёт там, застревает там, и не очень может, не очень может чувствовать себя живой. Она там как будто бы слегка в замороженном состоянии, как будто бы не очень живая. Я тебя родила, я тебя и убью, мне говорили, да, мне тоже говорили, и говорили, и пробовали сделать, я тебя родила, я тебя и убью. И вот эти истории, они привозят, то есть за прокрастинацию с дедлайном стоит часть ответственной за реализацию запроса, которая смотрит не в жизнь, потому что реализация запроса – это всегда смотреть вперёд, это всегда смотреть в жизнь, которая смотрит не в жизнь, а которая развернута в какую-то тяжёлую историю, заподзамёрзшая там, и невозможность человеку при этом чувствовать себя живым из раза в раз толкает его вот в это вот, то есть вся прокрастинация, по сути, создаётся для того, чтобы испытать трэш, чтобы испытать вот этот всплеск адреналина, трэш, дым из ушей, искры из глаз, риск на грани смерти, да, ну максимум уволят, максимум разобьюсь, максимум, да, для того, чтобы в этом моменте почувствовать себя живым. Охренеть постоянно, извините, я просто считаю, постоянно слышала и чувствовала, я зря тебя родила. Да, есть такая штука, мамы иногда бездумно говорят совершенно ужасные вещи, не понимая. Поменять это можно? Поменять не просто можно, поменять это нужно. есть два, ну я, смотря для чего, давайте так, я сейчас объясню, что значит смотря для чего. Потому что такие штуки, они работаются в, ну я работаю, давайте так, я работаю, разные специалисты работают с этим по-разному. Да, я работаю в трёх векторах. Сейчас расскажу. Бывает же, когда что-то нравится сильно, какое-то дело, то там получается без прокрастинации. Почему так получается, если типично прокрастинировать? Потому что в том деле ты получаешь ощущение живости в процессе. И возможно, там получается почувствовать некую живость. Это то место, в котором вот этот внутренний ребёнок, который не очень может чувствовать себя живым, чуть-чуть оживает. Чуть-чуть. И вот там появляется интерес, а в интересе жизнь. Ну жизнь там, жизнь в интересе. Там включается интерес, и это позволяет хоть на чуточку эту жизнь почувствовать. Поэтому там может быть без прокрастинации. Да, ты же не полностью… Ну, это хорошо, когда включается интерес, только… Я сейчас отвечу, я помню, что я ещё не ответила. Это хорошо, когда включается интерес не только на… Ну, когда под ногами огонь, или когда ты летишь уже там на тоненькой резиночке с моста куда-то. Да? Поэтому, ну, это как ещё один механизм. Так, Яроб, да, я смотрю на эти истории в трёх контекстах. Да, если мы говорим про деньги, а я очень много про деньги, если мы говорим про деньги, про, ну, как бы, как необходимость увеличить доход, как необходимость вывести себя на новый уровень, как необходимость такого комплексной работы, тогда это… Тогда это кэсо в грани денег. Я её веду один раз в год, я её буду вести с 1 сентября, и там мы работаем очень… Ну, те, кто проходил, если здесь есть… Ну, Андрей точно вижу, что есть, Лилю вижу, что есть. Да, те, кто проходил, могут подтвердить, что это игра, которая просто разворачивает жизнь, меняет жизнь полностью. Поскольку мы там работаем и с той частью, которая ответственна за реализацию запроса, и потом ещё вот эту самую часть, проводим по… На самом деле, те, кто не понял, мы именно эту часть проводим. Да, проводим по всем возможным, ну, таким, подножкам, на которых она могла бы упасть. И работа с родителями там зачищается, то есть везде, где она могла быть направлена и застрять, мы её проводим. Так, огонь, игра, спасибо. Да, плотно, глубоко и мощно. Спасибо. Можно, конечно, с шоковой совмещать, можно, с шоковой можно совмещать. Это один момент. То есть, если мы работаем про деньги, я буду прям сохранять ваши скрины. Игра меняет направление, да, и жизнь тоже. Спасибо. Так вот, если нужно это проработать в контексте увеличить доход, в контексте вывести себя на новый уровень жизни, в контексте, да, вот в этих контекстах, тогда это КЭСа в грани денег. Она работает, это два месяца, ну, по-хорошему, это два месяца. Я, конечно, иногда веду индивидуалки, но всегда рекомендую идти в групповую, двухмесячный проект, потому что за два месяца, вот за эти два месяца могут действительно стать такой точкой отчёта, которая разворачивает всю жизнь. С этим можно работать в КЭСа. Если, ещё раз, если мы говорим там про уровень финансовый, если мы говорим не про финансовый уровень, да, а вообще про ощутить себя живой, и вообще я ощущаю, что я заморожена, и у меня только трэш в жизни, и я себя чувствую только, когда у меня, ну, то есть из раза в раз я из трендеца не выхожу, тогда это работа с шоковой. Тогда это надо смотреть, это работа с шоковой травмой. Я, правда, не могу похвастать наличием мест, если честно, я могу похвастать отсутствие мест. Поэтому здесь, конечно, чуть-чуть будет сложнее, потому что похоже, что следующая группа только в феврале. Сентябрьская группа закрыта, Октябрьская группа, по-моему, закрыта. Я все обещаю проверить, я проверяла, там было два места, плюс один записался, а второй под вопросом. Вот, поэтому не могу, не могу вам пообещать место в проекте тропе шоковых травм в этом году на февраль. Уже в феврале будет. Вот, посему, с вот этими вот вещами, да, и проработка посланий, если мы говорим про послания, да, проработка посланий, вот о которых там Лилия писала, и я говорила, да, Татьяна, о том, там не имеешь права быть, не имеешь права быть живым, не имеешь права быть собой, не имеешь права чувствовать свои потребности, не имеешь права на интерес. Вот эти вот послания блокирующие, это социальное мужество. Это социальное мужество, а там мы работаем с вот этими вот ранними посланиями, которые ребёнок впитывает в своё тело ещё до вербальном периоде. Но, опять же, вернусь, тут очень важно, очень важно для чего? Да что именно включает необходимость проработки? Потому что если человек приходит и говорит, Света, вот у меня, да, вот такая-такая-то история, я хочу это проработать, у меня там не получается увеличить доход, у меня не растёт прибыль, у меня сливаются деньги, у меня из раза в раз, ну, из раза в раз я ощущаю финансовый дефицит, а хочу ощущать финансовый достаток. Да, я прокрастинирую, я не могу начать двигаться к цели, я устраиваю себе дедлайны, я устраиваю себе трэш, да, и что можно сделать с этим? Вот тогда я говорю о том, что народ, вот это кэссов, это кэссов грани денег, потому что там мы работаем, и, ещё раз повторюсь, уже пару минут совсем осталось, и с той частью меня, которая ответственна за реализацию запроса, да, которая, собственно говоря, устраивает все эти трэшаки, и потом введём её по всем моментам, где она могла бы спотыкнуться, где она могла бы увязнуть, переводим её в состояние там, где она уже легко, свободно двигается к тем задачам, к тем целям, которые нужны. Всё надо, доход точно надо, послание тоже надо, шоковый, наверное, тоже. Ну, в таком случае я бы порекомендовала начать всё-таки с кэссов, а потом определиться про послание, потому что вот именно в том порядке, как вы написали. Если доход точно надо, то доход – это кэссов грани денег, это с 1 сентября. Послание тоже надо, вот в кэссов вы поймёте, надо вам дальше идти или не надо. Ну, я не сторонник, когда нагребаю. У меня есть, конечно, у меня есть коллега, которая там вообще все проекты взяла, и я, глядя на неё, дышу. Я раза в 3-4 лет спрашивала, ты уверен, что это вообще надо? Может, как-то всё-таки постепенненько, может, не нагребать? Я не сторонник, когда нагребаю всё и сразу. Вот, поэтому я рекомендовала бы вначале зайти в кэссов, это как раз с 1 сентября. В процессе кэссов вы поймёте, надо ли вам послание, если надо, то это ноябрь, это всё равно туда уже. А потом вы решите, нужно ли вам шоковые, потому что не обязательно, и не всем шоковые нужны. Да, и при всём при этом, у меня есть ровно 1 минута, я прям помню, у меня есть ровно 1 минута, и при всём при этом, я бы вам порекомендовала одно такое простое упражнение. Удерживать фокус внимания на чём-то. Смотрите, что это даёт. Можно на кончике носа, можно на какой-то точке. А ещё лучше, а ещё лучше брать не секундомеры, а ставить минуту и читать. То есть 3 варианта, это одно и то же упражнение. Сейчас объясню, что оно даёт. Ещё 2 минуты. Сейчас объясню, что оно даёт. Удерживать фокус внимания в течение нескольких минут на кончике носа, либо, да, фокус внимания значит не улетать мыслями, либо удерживать фокус внимания, рассматривать очень подробно, я вот взяла у меня зазубринга есть на коробочке, какую-то точку, либо читать, вот как по мне, самое лучшее, читать до момента, когда первая мысль улетела, когда улетели за мыслью. Вот вы читаете, 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 по вниманию в текст, как только заметили, в первые разы это будет в течение меньше, чем 1 минута, несколько секунд, 10, 15, 20 секунд, у людей, у кого часть развернута, они фокус внимания в настоящем длительно не удерживают, они улетают, часть внимания начинает улетать. Как только, да, как только улетело внимание, всё, заметьте, досекли сколько секунд, просто для информации, и начали сначала. Это позволяет задерживать, ну, это длительный процесс, это непростой процесс, но это позволяет задерживать вас, задерживать вот эту вот часть, удерживать её в настоящем, и давать опыт о том, что наш фокус внимания, вот это вот ощущение, да, концентрированность, в ней тоже много жизни. И тело начинает постепенно получать опыт о том, что ощущение жизни, нахождение здесь и сейчас может быть альтернативным, может быть не только, когда горят избы, не только, когда горит земля. Это скучаловатые упражнения, оно может не нравиться, но результаты оно даёт достаточно неплохие уже в течение первых нескольких месяцев. Ещё раз, вы мне можете возразить, что Света, столько месяцев, я хочу технику, которая там щёлки сделана, не будет. Не буду вас обманывать, не будет. Если вы десятилетия находитесь в состоянии трэша и прокрастинации дедлайнов, то за одну технику, если вы найдёте такую одну, поделитесь, я буду рада за любые деньги, да, чтобы можно было человека за одну просто вот раз, без дополнительных заданий, одну сессию сделал и всё, всё изменилось. Многое меняется, да, но всё равно дополнительные задания должны быть. Так вот, очень рекомендую вот эту простую технику в течение 1-2-3 минуты. Если вы дойдёте до 2-3 минуты концентрации внимания без улёта, без улёта, вы начнёте замечать, как огромное количество дел, у вас просто как будто бы глыба сдвигается и начинает происходить и начинает делать. Всё, прекрасные, это было всё на сегодня. Мы говорили с вами о разнице между обычной прокрастинацией и прокрастинацией дедлайна. Я параллельно уже открываю комнату для коллег. Мы говорили с вами о причинах прокрастинации дедлайна, о том, что это значит чувствовать себя живой, о том, где и как это можно изменить и какую простую технику вы можете начинать делать уже сейчас для того, чтобы эти изменения начали заходить в вашу жизнь. Для тех, кому это актуально, жду вас в программе Кэса в грани денег с 1 сентября. Введу я её один раз в год всего, то есть повтором. Следующий повтор будет скорее всего 1 сентября следующего года, поэтому не проморгайте, пожалуйста, напишите мне либо напишите Ольге Малевицкой, моему ассистенту. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра в 9.20 встречаемся с вами и говорим, не помню о чём, контент-план уже есть, выставлю сегодня. Всё, не забываем нажать на красную кнопочку и поделиться эфиром. Я вам говорю пока-пока и до завтра. Всё. Завтра в 9.20 жду вас. Завтра в 9.20